Аналогичная картина, препарат твердой мозговой оболочки, после лиофилизации мы видим вот эти крупные воздушные полости На самом деле, оценив такую структуру, можно сказать, что ее в принципе можно и расщеплять в каких-то ситуациях Мы пробовали так делать, действительно получается, но честно говоря, технически в рамках операции это делать не всегда удобно Деэпитализировать трансплантат, а вот это, конечно же, проще, чем расщепить твердую мозговую оболочку, особенно в сухом виде Вот увеличение тоже на 400, мы видим вот эти полости Из них, из всех и уходят вот эти промежуточные компоненты, которые нам не нужны А вот эта сетка, остающаяся, она является нативной, она сохраняет все свои биологические свойства раз А во-вторых, является очень хорошим кондуктором, потому что, ну, по сути, это во многом похоже и с губчатой костной тканью Посмотрим, вот еще один препарат, окрашенный немножко более интенсивно А теперь мы посмотрим, как она биодеградирует В центре картинки вы видите отверстие, зону, куда была установлена твердая мозговая оболочка Ну и здесь, конечно же, только детритная масса уже сформирована Вот она лежит прям такими столбиками плотными Клеточные элементы сплющены, сюда еще кровеносные сосуды так быстро не дошли Вот, например, сосуд, который приходит сюда Ну и в дальнейшем, в просвете, здесь будут появляться клетки моноцитарно-макрофагальной линии И будут замещать вот этот весь дефект Ну, соответственно, да, здесь конкретно мягкими тканями Вот как биодеградирует твердая мозговая оболочка, как вы видите Нитрофилы разрушают ее, это область шва Это нитка, кусочек нитки оставшейся Здесь препарат, к сожалению, весь целиком не удалось сохранить Но зато очень хорошо видно Вот зона, где располагалась твердая мозговая оболочка Установленная в операционное поле И то мы видим зону, как она биодеградирует Она замещается полностью от 3 до 4 месяцев В зависимости от условий, на самом деле В зависимости от качества ткани, их объема, от уровня регенерации На что влияет возраст, анамнез и так далее Вот еще один препарат биодеградации Здесь уже мы видим активно, что у нас формируются сосуды Вот эти вот зелененькие клеточки маленькие Это на самом деле окрашенные ретроциты И в зоне, где была расположена твердая мозговая оболочка Мы наблюдаем очень мощную васкулиризацию Это препарат взят у крысы У нее, ну если сравнить с человеком То обмен веществ порядка в 20 раз Если не больше, он быстрее Поэтому через 2 недели там вообще ничего не остается Мы видим здесь на препарате Очень мощную микроциркуляторную капиллярную сеть Вновь сформировавшуюся Вот это просвет сосудов Вот это просвет сосудов Вот это и так далее И вот эти все зеленые клеточки ретроциты Что опять же подтверждает достаточно высокую биологическую активность этих материалов И очень правильную, хорошую, здоровую, нормальную реакцию Именно регенераторную Без воспалений, без возникновения там свещей Различных процессов гнойных Применять твердую мозговую оболочку мы начали достаточно давно И коллеги, вот с кем я работаю сегодня И наблюдая отдаленные результаты уже больше даже 10 лет у нас есть Есть там несколько случаев с 15-летним отдаленным результатом Для лечения рецессии десны В рамках нашей работы мы, конечно, изучали опыт коллег зарубежных Но, честно говоря, вот эта вот скромная надпись Которую мне удалось найти Я думаю, что это связано с тем, что все-таки раньше Леофилизация была не так распространена Коллеги зарубежные, преимущественно итальянцы Использовали и в 50-х, и в 60-х годах твердую мозговую оболочку Видимо, потом ей все-таки на смену пришли трансплантаты Потому что с ними научились наконец-то работать Их правильно забирать, фиксировать Влиять так, чтобы трансплантат не дох в операционном поле Сохранял всю свою структуру и превращался в свои ткани А второй момент Тогда обработка была преимущественно химическими реагентами А твердая мозговая оболочка часть свойств при этом теряет То есть, если она выдержана в формалине или в других каких-то растворителях То она не обладает вот этим эффектом, во-первых, адгезии И во-вторых, нативная структура, вот вся эта сетка Представьте, она заполнена жидкостью растворителя И, конечно, такой кондуктивного эффекта здесь не происходит Я думаю, что это было также связано с тем, что при отсутствии перфорации Твердая мозговая оболочка вызывает достаточно мощные отеки, заметные Вплоть до расхождения швов, осложнений и так далее Поэтому я думаю, что этот опыт достиг какого-то тупикового момента По совокупности факторов и был оставлен учеными и практикующими специалистами А также могу сказать, что ни одного из этих авторов, к сожалению, нам не удалось найти Если вдруг вам повстречаются где-то работы ранней по использованию твердой мозговой оболочки Я буду очень рад и признать вам, если вы мне тоже это скинете Вопрос давно минувших дней и на сегодня могу сказать, что проведена достаточно большая группа исследований Именно фундаментальных, то есть лабораторных, клинических По исследованию механизмов превращения твердой мозговой оболочки в собственные ткани Результатами которых я хотел бы с вами поделиться Первое, хотел бы вам сообщить вот о чем 7 июля 2016 года, то есть это уже более чем полтора года назад Мы получили приоритетную справку по способу хирургического лечения множественных рецессий Дисны С использованием именно твердой мозговой оболочки И последние полтора года мы находились в дискуссии с экспертом Который задавал нам вопросы уточняющие, выдвигал свои контраргументы и так далее Ставя под сомнение истинную научность данных мероприятий Ну то есть на сегодня, наконец-то две недели назад нашу заявку одобрили Мы теперь ожидаем выдачу патента по твердой мозговой оболочке И по использованию ее как пластического материала для лечения одиночных и множественных рецессий Дисны Я не буду сегодня рассказывать, когда она выбирается или нет Скажу лишь одно, что она не может заменить во всех случаях свободный трансплантат И применяется только там, где хорошее кровоснабжение участка Где мы используем двуслойную методику То есть у нас нет толщины кератинизированной Дисны Она не применяется, например, при язычных рецессиях Которые и так действительно достаточно сложны в лечении И она не применяется крайне редко при рецессиях на имплантатах Потому что там нам необходима живая воскулиризованная ткань И лучше, чем трансплантат, на самом деле здесь ничего не будет Но несмотря на это, очень много где она может составить конкуренцию собственным тканям Не только по критерию второго операционного поля Но и по критерию того объема и качества тканей, которые нам удается сформировать Ну а так, конечно, принципиально главным преимуществом перед трансплантатом, конечно, является размер твердой мозговой оболочки Потому что трансплантата, например, 4 сантиметра Но физически не взять То есть для того, чтобы, например, пациент обращается с генерализованными рецессиями Обычно сочетанные с ортодонтической патологией Или как следствие ортодонтического лечения И мы взяли, возьмем с одного нёба трансплантат С другого нёба, с двух бугров, если это тоже позволяет условия Мы закроем один сегмент А остальные три сегмента, так что мы будем делать? Мы будем выращивать нёба А у людей, допустим, остеничных нёба плохо растет У них за 2-3 месяца ничего не будет еще пока В чем суть патента? Я покажу вам на небольшом клиническом примере Который вы сможете в дальнейшем самостоятельно смотреть Я сегодня не буду, если вы позволите, доказывать вам И убеждать вас в том, что она применяется То, что это материал может быть использован в клинических ситуациях У нас есть на сайте официальное представительство материалов Леопласт Раздел клинические примеры или примеры использования И здесь по рецессиям выложено только 18 случаев Они с результатами на разной стадии Где-то отдалены, где-то уже несколько лет мы смотрим Вы можете брать и самостоятельно их смотреть Мы достаточно подробно документируем клинические примеры По каждому этапу у нас здесь есть Исходная картина, и все дизайны разреза и так далее Суть патента заключается в том, что мы разработали методику Ну что если на сегодня неудивительно, все этим занимаются Мы разработали методику, которая позволила бы В определенных групп пациентов Не использовать собственные ткани для лечения рецессии десны А создавать объем прикрепленной десны С помощью пластического материала Почему был выбран аллогенный материал? Ну потому что это на самом деле золотой стандарт всемирный И допустим, если мы смотрим на Америку и на Европу Америка имеет больше 110 банков тканей аллогенных И этот материал самый дорогой И по свойствам, по качеству, по всему лучше всего В Европе на самом деле ее применение не такое широкое Но те банки ткани, которые есть, например, в Австрии Или в Германии Они также, в общем, активно ведут свою деятельность Суть методики заключается в следующем Мы предварительно в сухом виде твердую мозговую оболочку Перфорируем зондом Отвечу сразу же на вопрос Мы перфорируем ее толщиной в зонд То есть 0,1-0,2 мм А частота перфорации примерно на расстоянии 5 мм друг от друга Мы получаем вот подобного рода трансплантат Он плотный, как картон, в сухом виде Смачивается прямо в операционном поле Если поле хорошо кровит Если оно не кровит или кровит плохо Мы предварительно смачиваем 2-3 минуты в физиологическом растворе 0,9% натрия хлоридия Мы устанавливаем мембрану с твердой мозговой оболочки в области рецессии До высоты цементной эмалевой границы Там, где и надо нам создать объем ткани Раньше мы оперировали же Натягивали вообще чуть ли не на зуб эту десну А потом ждали и смотрели, когда она обратно отползет На сегодня, слава богу, этот вопрос давно раскрыт И нам не имеет смысла натягивать куда-то высоко твердую мозговую оболочку Потому что рецидит все равно будет И будет до линии как раз цементной эмалевой границы Поэтому мы устанавливаем ее в этой зоне Коронально мы пришиваем твердую мозговую оболочку к хирургическим сосочкам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok